В июле основатель Телеграм Павел Дуров сообщил, что в 2023 году ежемесячная аудитория мессенджера составила 800 миллионов человек. Телеграм занимает пятое место по популярности в мире и седьмое по охвату среди всех интернет-площадок в России. Где большая аудитория, там большие деньги. И в первую очередь администраторы Телеграм-каналов зарабатывают в этом мессенджере благодаря рекламе. И чем она заметнее, тем выше шанс улучшить показатели продаж. В этом видео рассказываем, как усилить эффект от рекламы в Телеграм с помощью кастомных эмодзи и как их использовать в Телеграм Эдс. Всем привет, меня зовут Сергей Картухин. Уже пробовали официальную рекламу от Телеграм или боитесь официального входного порога? На самом деле можно войти не за 2 миллиона евро, а всего за 5 тысяч, если немного поискать как. Кастомные эмодзи – это уникальные, созданные пользователям эмодзи, которые недоступны по умолчанию. Обычно они создаются с использованием специального программного обеспечения или онлайн-сервисов, позволяющих пользователям генерировать авторские дизайны, а брендам подчеркивать стиль и лучше запоминаться. Так у девелопера Самолет кастомные эмодзи в Телеграм выполнены в фирменных цветах бренда и включают изображения домов, растений, елочных игрушек. То есть ассоциируются с уютом, что актуально для компаний, занимающихся строительством. Брендированные эмодзи полезны для бизнеса, так как помогают. Выделиться среди конкурентов. С помощью кастомных эмодзи бизнес создает уникальный визуальный стиль, который отличает его от других компаний. Привлечь внимание аудитории. Кастомные эмодзи необычны и привлекательны для пользователей, что увеличивает интерес к продукту или услуге. Упростить общение с клиентами. Помогают быстрее и проще передавать информацию и улучшают взаимодействие между компанией и клиентами. Создать эмоциональную связь с клиентами. Кастомные эмодзи вызывают эмоции у пользователей и формируют более тесную связь с брендом. Повысить лояльность к бренду. Авторские эмодзи подчеркивают уникальный имидж бренда и повышают лояльность к клиентам. Кастомные эмодзи также можно использовать в рекламе. Такая возможность появилась благодаря нововведению в Telegram Ads. Рекламодатели давно облюбовали Telegram. Так, по данным статиста, среди крупного бизнеса 18% компаний готовы тратить на продвижение товаров и услуг в этом мессенджере от 500 тыс. до 1 млн. рублей в месяц. При этом даже среди представителей малого бизнеса почти половина ежемесячно отдает на рекламу в Telegram до 25 тыс. рублей. Реклама в Telegram действительно становится больше. Ее можно заметить в каналах, на которые вы подписаны внизу под последним постом. Такая реклама всегда помечается заголовком «реклама» или «спонсор». Чаще всего рекламодатели стараются размещать объявления в каналах схожей тематики, даже если это аккаунт конкурента. Так, в канале онлайн-кинотеатр Море ТВ можно наткнуться на рекламу другого онлайн-кинотеатра. Когда Telegram Ads только появился в декабре 2021 года, рекламы в каналах было мало и она сразу бросалась в глаза. Сейчас же, когда количество рекламы возросло, эти коротенькие объявления можно просто не заметить. Поэтому Telegram разрешил добавлять кастомные эмодзи в рекламное объявление, чтобы оно выделялось и привлекало больше внимания. Для сравнения взгляните на два объявления на одну и ту же тематику. В одном не использовано никаких эмодзи, а в другом – кастомные и брендированные, второе выглядит ярче и приметнее. В Telegram эмодзи могут быть статичными и анимированными, а также использоваться в тексте объявления или с краю видеологотипа. Таким образом, кастомные эмодзи в Telegram Ads привлекают внимание, чем самым увеличивают вероятность того, что пользователь прочтет сообщение и перейдет по ссылке. Создают уникальный визуальный стиль, запоминаются и выделяются среди других объявлений. Улучшают восприятие информации, упрощают подачу информации в рекламе и подчеркивают важные элементы. Реклама в Telegram создается в сервисе Telegram Ads. С его помощью можно публиковать рекламные объявления, выбирать аудиторию для таргетинга и оплачивать показы или клики. Так рекламодатели могут таргетированно попровергать свои продукты и услуги среди пользователей мессенджера. Перед тем, как создать набор кастомных эмодзи для рекламы в Telegram, проверьте, соответствуют ли ваши исходные изображения требованиям мессенджера. Количество эмодзи в одном наборе не более 10 штук. Формат изображений PNG или WebP. Размер изображений 100 на 100 пикселей. Если с заготовками все в порядке, переходим к созданию набора. Мы проделываем это с десктопной версией Telegram, но механизм одинаков и для мобильной версии. Сам мессенджер рекомендует загружать эмодзи через десктоп, но мы проверяли, все работает и в приложении. Шаг 1. Введите в поиске Telegram Stickers. Это официальный бот для создания стикеров. Шаг 2. Нажмите на команду Help в приветственном сообщении и выберите New Emoji Pack. Также эту и другие команды можно вызвать через меню бота. Шаг 3. Выберите подходящий вариант из предложенных. Мы выбрали статичные эмодзи. Шаг 4. Придумайте короткое и удобное для поиска название набора и введите в окошко сообщение. Шаг 5. Пришло время загрузить эмодзи. Это нужно делать по очереди, по одному файлу, повторяя действия из шагов 5 и 6. Нажмите на значок скрепки и выберите пункт File. Выберите файл для загрузки. При необходимости добавьте к нему подпись. Нажмите отправить. Если фото соответствует требованиям, переходите к следующему шагу. Если изображение не подходит, бот вас оповестит, что что-то не так. Шаг 6. Из стандартного набора Telegram выберите эмодзи, которая будет соответствовать вашему кастому. Это нужно для того, чтобы было проще вызывать новые эмодзи при наборе текста. Для этого нажмите на значок эмодзи и выберите любой подходящий, на ваш взгляд. Таким образом, вы создали первые эмодзи в наборе. Если хотите добавить еще изображения, повторите шаги 5 и 6. Шаг 7. Когда вы загрузите все изображения в эмодзи пак, нажмите-ка на команду Publish. Шаг 8. Если у вас много наборов и вы хотите быстро их визуально различать, загрузите на обложку для набора. Любое из уже загруженных изображений в наборе. Этот шаг можно пропустить. В этом случае обложкой станет изображение первого загруженного эмодзи. Чтобы пропустить этот шаг, нажмите на команду Skip в сообщении бота. Шаг 9. Вне зависимости от того, выбрали вы обложку или пропустили шаг 8, бот пришлет сообщение с просьбой придумать название для ссылки на кастомный эмодзи пак. Его нужно ввести в поле сообщения. Если введенный вами адрес занят, бот предупредит вас и попросит придумать новое название. Шаг 10. Набор кастомного эмодзи готов. Если вы подписаны на Telegram Premium, можете забрать его себе. В нашем наборе пока одно эмодзи, так как это тест. Вы всегда можете добавить в свой набор другие эмодзи или редактировать его, выбрав меню бота команды. Add Emoji, чтобы загрузить эмодзи в существующий набор. Edit Emoji, чтобы отредактировать существующий набор. Чтобы добавить в объявления эмодзи из готового набора, выполните эти три шага в мобильном приложении или через десктопную версию на компьютере, что, конечно, удобнее. Шаг 1. Введите в поиски Telegram AddSmartDownBot. Это официальный бот для создания рекламных объявлений в мессенджере. Нажмите кнопку Start. Шаг 2. В поле для ввода сообщения вставьте ваш кастомный эмодзи и текст рекламы и отправьте сообщение. Шаг 3. Скопируйте текст ответного сообщения от бота. Шаг 4. Перейдите в личный кабинет Telegram Adds и выберите пункт Создать новую рекламу или Create a New Add. Шаг 5. Вставьте скопированное сообщение из бота в поле текст рекламы или Add Text. Далее вам останется только завершить настройку рекламы, как вы это делаете обычно, и вы получите лаконичное, но заметное и отличающееся от остальных объявлений с уникальным эмодзи. Кстати, настраивать рекламу в Telegram можно и в сервисе Click.ru в едином личном кабинете для всех рекламных компаний. Что касается логотипа из кастомного набора эмодзи, его можно загрузить в рекламный кабинет Telegram Adds и при необходимости поставить галочку напротив соответствующего окошка перед публикацией объявления. Если хотите использовать кастомные эмодзи в Telegram Adds, вам следует знать что. Создать эмодзи может любой пользователь, а вот воспользоваться им только владельцы платного премиум аккаунта. Стоимость CPM увеличивается на 20% при использовании эмодзи в тексте и на 30% за эмодзи логотип. Один эмодзи равен двум символам. Модераторы могут отклонить эмодзи, если он не соответствует правилам мессенджера. Подведем итоги. Кастомные эмодзи — новый способ привлечь внимание к объявлению в Telegram, а также выделиться среди конкурентов и упростить общение с клиентами. В интенсивном потоке сообщений в Telegram-каналах объявления с кастомными эмодзи повышают вероятность того, что пользователь кликнет по вашей рекламе и перейдет по ссылке. Уникальный визуальный стиль, созданный с помощью бронтированных эмодзи, запоминается и выделяется среди конкурентов. Создать кастомные эмодзи в Telegram несложно — нужно лишь подобрать изображение правильного размера и формата, перейти в бот-стикерс и следовать его подсказкам или нашим инструкциям. Чтобы добавить кастомные эмодзи в объявления, воспользуйтесь telegram-ботом adsmarkdownbot. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!